Нордголд 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 Компания котируется на лондонской бирже Здесь представлены активы, география Как вы видите, самые крупные активы и савориентабельные у нас находятся в Западной Африке Это два рудника Буркина-Фасо, один из которых мы построили в этом году И рудник Гвинея Пять рудников в России Суздальский рудник в Казахстане И проект по партнерству по разработке одного инвесторождения, который мы недавно заключили в французской Гриане Почему мы присутствуем в столь широком наборе регионов в количестве стран? По нашему мнению, одним из ограничивающих факторов развития индустрии на сегодняшний момент является налитие качественных запасов Как уже было сказано предыдущими коллегами Действительно, содержание руды, содержание золота в руде сейчас повсеместно в индустрии снижается Качество руды ухудшается, руды становятся более упорными География расположения новых проектов становится все более сложной Поэтому задача, наверное, всех компаний продолжать находить месторождения с высокими качественными характеристиками руды И, соответственно, с более высокой дофлотностью Мы для себя такую стратегию приняли и ищем такие месторождения в разных регионах Африка, Россия, ну и в Латинской Америке, в какой-то мере являются странами, где еще регионами, где все еще геологоразведка была проведена не на значительном уровне Поэтому вероятность нахождения таких активов остается все еще достаточно высокой И, соответственно, в силу этого мы видим, что рост производства золота в этих регионах является наиболее быстрым С точки зрения нашей стратегии, работы нашей компании, в принципе, наверное, она соответствует логике вообще развития индустрии Мы фокусированы на повышении эффективности наших активов Постоянно работаем над совершенствованием операционных процессов, технологий Снижаем затраты В то же время мы фокусируемся на органическом развитии нашей компании Мы недавно построили и запустили рудник БИС, о котором я скажу позже Мы продолжаем проектирование рудника ГРОС, нашего следующего рудника в нашем пайплайне Значительное увеличение инвестировали в геологоразведку, увеличились, расширили сырьевую базу Продолжаем ее расширять, несмотря на не совсем благоприятный рынок Но, тем не менее, считаем важным инвестировать в наше будущее Ну и смотрим в целом на возможности слияния поглощений Как известно, наша компания во многом использовала слияние поглощений для того, чтобы выстроить свой бизнес Сейчас нас столь крупные сделки, как раньше, наверное, не интересуют Но мы смотрим на небольшие объекты, на юниоров, которые являются наиболее сильно пострадавшими в этот период Низких цен на золото и низких цен на бумаги золотодобывающих компаний И поэтому примерами является как раз наша сделка по партнерству с компанией Columbus Gold в французской пиани Первое полгодие у компании было хорошее Мы поставили для себя цель произвести между 770 и 850 тысячами унций золота Первое полгодие 416 тысяч унций Очевидно, что мы выходим по верхней границе этого диапазона по производству на год Основные производственные задачи нам тоже удается выполнять Мы планировали запустить рудник ПИСа и ожидали от него производства хвоста тысяч унций В 2013 году, уже в первом полугодии, мы достигли или превысили даже эту цель Поэтому за год мы ожидаем более чем двое превысить нашу цель по производству золота на руднике ПИСа Также на тех рудниках, где у нас был период более высокой вскрыши и значительных подготовительных работ Мы этот период прошли Сейчас у нас повышается содержание на рудниках Лефа и рудниках Бурят золота Поэтому, соответственно, растет производство, снижаются затраты Ну и вот те проекты, которые операционные по улучшениям, которые мы начали внедрять в 2012 году, дают свои упады Мы ожидаем, что вот эти проекты бизнес-системы, Норд Гол, они дадут около 80 миллионов долларов эффекта в этом году То есть, как мы видим, основные производственные задачи мы выполняем, основные производственные процессы улучшаются Соответственно, это дает вклад в повышение наших финансовых показателей Несмотря на снижение цены на золото, в первом полугодии у нас повысилась выручка Наша компания сгенерировала более 100 миллионов долларов операционного денежного потока Затраты по сравнению с вторым порталом прошлого года и с первым порталом этого года у нас упали И мы ожидаем падения их и в дальнейшем Компания платит дивиденды, дивидендная доходность сейчас составляет примерно около 5% Достаточно значительная для этой отрасли, ну и в целом вообще для фондового рынка И планируем, как я сказал, продолжательно инвестируем в наше будущее, в наше развитие Мы публиковали подсчет запасов в апреле, где мы восполнили отработанные запасы У нас продолжается проектирование рынка ГРОС и продвигается также портфель наших наиболее привлекательных георазведочных проектов Хотелось бы несколько слов сказать по нашей управленческой команде В этом году нам удалось привлечь сильных специалистов власти производства и технологии Из крупных международных компаний Нашим исполнительным директором стал бывший исполнительный директор компании Аласер До этого работавший в компании Голдфилдс Лоу Смит Также мы привлекли технического директора из Ашанти Голдфилдс И главного металлурга компании Голдфилдс То есть сильные специалисты, которые существенно усилили нашу корпоративную команду Поэтому мы надеемся, что благодаря этим специалистам Нам удастся и дальше продолжать совершенствовать наши управленческие практики И технологии отработки наших руд Теперь несколько слов хотелось бы сказать про рудник Биса Запустили мы его в этом году Рудник очень интересный Буркино-Фасов, 100 километров от столицы Одним из его таких очень важных и интересных факторов было то, что он Весторождение находилось рядом с инфраструктурой Поэтому значительных внести в инфраструктуру нам не потребовалось Окисленные руды, отрытая отработка Построили рудник из абсолютно нового оборудования Простая технология переработки, дробление, измельчение, ционирование 3,5 миллиона тонн мощности по переработке Интересно, собственно, сроки подготовки этого проекта Наверное, они благоприятным образом контрастируют тем, что Виталий показывал В отношении того, что требуется для разработки месторождения в России Мы подготовили ТЭО в июне 2010 года В июле 2011 года получили все разрешения на строительство Запустили строительство в сентябре 2011 года За 15 месяцев абсолютно с нуля построили новое предприятие Запустили его в январе 2013 года В первом же квартале выключили практически на проектную мощность И с тех пор, как я уже говорил, предприятие за первое полугодие Превысило наши ожидания по годовому объему производства И, соответственно, является сейчас флагманом в нашем портфеле И очень эффективным предприятиям И вот запуск подобного рода предприятий в столь сложный рыночный период Является одним из эффективных методов того, как можно пережить кризисное явление Себестоимость за первое полугодие составила менее 500 долларов на унцию И, естественно, у предприятия, которое построено заново из качественной техники Затраты на мейтенц-капекс, они очень незначительные И денежный поток генерируется у большого объема Перспективы также у предприятия очень и очень благоприятные Сейчас уже у нас есть на 10 лет запасы руды Возможность прироста есть очень значительная в непосредственной близости Также наша отработка показывает, что, собственно, содержание в руде в запасах Оно выглядит достаточно заниженным И идет более высокое содержание в добываемой руде, чем предполагалось по модели Поэтому и здесь тоже есть апсайд Для сравнения, опять же, эффективность строительства То есть за 250 миллионов долларов построено вот это абсолютно новое качественное предприятие По соотношению затраты на унцию производства Мы, наверное, одни из самых низких из всех рудников, которые построены были Ну, по крайней мере, в России и в Африке Или будут построены, как мы видим, 200 миллионов долларов капитальных затрат На примерно 220 тысяч унций производства с высокой маржинальностью То есть вот такая вот доходность, она при любом рынке позволяет получать высокие доходные инвестиции На этом слайде кратко показан запуск нашего предприятия То есть мы буквально с первого месяца вышли на коммерческое производство То есть 80% от проектной мощности И потом во втором квартале производство уже достигли полной проектной мощности И теперь по ней работаем Буквально кратко скажу по относительно наших критерий Мы продолжаем смотреть на будущее, смотреть на развитие нашей компании Золотые компании должны развиваться, должны давать прирост производства Смотрим мы на проекты в различных юрисдикциях развивающихся рынков Смотрим на, прежде всего, на окисленные руды, на месторождения более 2 миллионов функций Которые способны дать производство более 150 тысяч унций С содержанием не меньше 2 грамм на тонну в руде Это для Гринфилда, для Бронфилда, так как возможность есть использовать синергии Из текущих нахождения рядом с существующими предприятиями Критерии могут быть чуть более слабыми Исходя из этого у нас достаточно большой портфель активов Которые мы сейчас развиваем георазведочного характера На разной стадии исследования есть проекты на стадии проектирования Есть проекты на стадии георазведки, по которым мы уже готовы делать экономическую оценку их отработки Если кратко, то проект ГРОС, который у нас находится на стадии уже проектирования Сейчас это месторождение является спутником нашего рудника Нерингре На сегодняшний момент уже завершаются проектные работы И мы будем принимать решения уже относительно дальнейших шагов данного месторождения Аналогичным является похожее месторождение Гули Это месторождение является спутником рудника Абиса Тоже для кучного выщелачивания Может воспользоваться всеми преимуществами наличия инфраструктуры Которая есть уже на сегодняшний момент у нас Месторождение, находящееся в России, уже являющее Гринфилдами Это Урях в Иркутской области Продолжаем инвестировать До сегодняшнего момента у нас получается по 2012 году около миллиона унц с содержанием 1,6 Но наши результаты предварительных георазведочных работ по 2012-2013 году показывают Что как по содержанию, так и по размеру это месторождение будет значительно больше Очень интересное месторождение прогноз Где мы владеем 50% Месторождение, находящееся в Якутии Около 200 миллионов функций ресурсов серебра Со средним содержанием около 600 грамм на тонну Очень высокое содержание Большие перспективы сейчас находятся в такой проектной стадии Тоже мы работаем с проектантами Ну и напоследок то месторождение, которое мы совсем недавно заключили Соглашение по его совместному проектированию разработки в французской Пиане Как раз оно соответствует тем нашим критериям, которые я озвучил 4 миллиона унц ресурсов Содержание 2,2 грамма Руды являются простыми для переработки Извлечением около 90% Измельчением цианирования Здесь еще предстоит работа по дальнейшей гологоразведке Переводу ресурсов в резервы И проектирование, которое мы должны сделать в течение трех лет Соответственно, вот таким образом выглядит наша компания в турбулентный период По-настоящему международная компания с качественной международной командой управленцев Фокусировано на операционных улучшениях, на повышении эффективности И при этом смотрит, уверенно смотрит в будущее, развивает проекты геологоразведки и строительства Спасибо 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 Спасибо